Чиновников на еженедельном совещании у губернатора немного. Зал полупустой. Отсутствующие сейчас находятся на обучении. Повышают свою квалификацию. Вадима Потомского тоже не было. Отчёты и доклады выслушал Александр Бударин. Ему доложили, что Всероссийский субботник с 22 апреля перенесён на 29-е. В рамках субботника в целом на территории Орловской области предусмотрена очистка берегов рек и пригородных лесов, обустройство источников и родников, лесов и парков. К настоящему моменту только в областном центре уже очищено от мусора более 400 тысяч квадратных метров улиц и дворовых территорий. В этот день не только в Орле, но и во всех городах России пройдёт Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна». Тысячи людей выйдут на улицы городов, чтобы сделать их чище. Предполагаем, что в субботнике примет участие до 200 тысяч человек, представителей трудовых коллективов, образовательных учреждений. Если чиновники активно рассказывают, как убираются улицы города, то у горожан своя точка зрения. Чего не устраивает? Всё засрато по-русски говоря. А в каких районах? Да во всех. В Сёлое-Хлободу посмотрите. Роддом вроде перинатальный построили, а что-то. Да пиздец. Одна бабка лазит с метёвочкой. Очень грязная улица, куча пыли, песка, всё это летит в глаза, неприятно. Грязи по уши. Везде, везде. Во дворах вообще невозможно. И по городу грязи хватает, так что чистоты у нас нет. Доложили о результатах совместных закупок в учреждениях здравоохранения. Всего в них приняло участие 43 бюджетных учреждения. Остальные, как оказалось, предпочли закупиться по завышенным ценам. К примеру, в ходе закупки цена на шприц одноразовый инсулиновый составила 1 рубль 66 копеек. Колебания цены составляли при самостоятельных закупках от рубля 80 копеек до 3 рублей. Например, вот образная психиатрическая больница закупала по 2 рубля 73 копейки. Наверное, облздравотдел должен не только организовывать, но и контролировать ход закупок, а не информировать постфактум. Михаил Вдовин отметил, что работу нужно было проводить еще до закупок, а не после. Скажите, какие меры к ним приняты, к этим руководителям? Может быть, сообщено правоохранительные органы. Почему так происходит? Один и тот же вид медицинских препаратов закупается абсолютно по разным ценам. Михаил Васильевич, так как анализ проводился постфактум, то вот эти факты выявлены были буквально недавно. Меры будут применены дисциплинарные, как мы можем наказать любого руководителя. И депримирование, и лишение еще каких-то, скажем так, плюсов в деятельности. Ну и будут рассматриваться вопросы, конечно, и кадровые, по некоторым злостным. Также на планерке Игорь Лебедев доложил, что уже с 30 апреля в области будет введен противопожарный режим. А это значит, что будет запрещено разжигать костры в пределах города и, конечно, в лесу. Тому, кто ослушается, грозит штраф до 3000 рублей. Анна Васильгисер, Антон Промыслов для программы Оперативный эфир.